Всем привет! С вами Лена. Мы на канале LoveBlog и это седьмой урок из курса «Как изучить новый язык программирования». На прошлом уроке мы разбирали методики запоминания, а сегодня узнаем, какими приемами пользоваться, чтобы его еще усилить. Давайте поймем, какая вообще бывает память. По характеру психической активности выделяют словесно-логическую, образную, эмоциональную и двигательную. Все, о чем мы говорили ранее, относится к первому типу. Это память, направленная на информацию со смыслом, на рассуждения, мысли. Сегодня мы обратимся к остальным видам. Существует много мнемотехник, которые используют образную память. Мне кажется, что пользоваться ими для изучения языка программирования неэффективно и вообще бессмысленно. Да, мы можем что-то запомнить и воспроизвести, но как это нам поможет непосредственно на практике? Без осмысления эти знания – мертвый груз. Программирование – процесс, в котором нужно думать головой, поэтому информация должна находиться в понимаемой, осознаваемой системе, чтобы ее применять. Но если есть дополнительные виды памяти, почему бы их не использовать? Просто это нужно делать не оторвано от сути, а на базе осознанных знаний. Я предлагаю использовать другие виды памяти для усиления, а не как основу запоминания. Пусть это будет симбиоз, где одно помогает другому. Итак, как можно применить образную зрительную память, чтобы еще больше укрепить понятные осмысленные знания? Визуализировать. То, что мы можем представить в виде яркого, необычного зрительного образа, запоминается лучше, чем абстрактные вещи. К примеру, вы узнали, как работает интернет, но еще не чувствуете себя уверенно со всеми этими серверами, пользователями, не можете описать это на раз-два. Представьте мысленно их взаимодействие. Вот компьютеры пользователей, а вот идут сигналы на сервер. Посмотрите на провода в своем воображении. Увидите, как идет сигнал. Или как невидимые беспроводные волны рассекают пространство, огибая предметы. Что потом делает сервер? Как сигнал идет обратно? Чем четче и детальнее вы это представите, тем крепче оно врежется в память. То же самое можно делать не только с теорией, но и практикой. Допустим, вы написали код. А теперь визуализируйте все невидимые глазу процессы, которые произойдут при запуске. Кто, когда, что делает? Куда это передается? Как работает? Картинка должна быть яркой и интересной. Представьте это в виде вспышек, например. Добавьте цвета. Главное, чтобы все действия были детальными. Если в переменную загружаются данные, нужно видеть, как они выглядят, каким образом передвигаются и т.д. Еще один способ подключить зрительную память – перенести картинку из своего воображения в реальность, т.е. нарисовать на бумаге. Это может быть не только результат фантазии, но и реальные схемы. Далее прикрепляем бумагу на видное место в квартире. Но не думайте, что сама по себе картинка даст существенный результат. Мы должны быть активными и использовать ее, проживать и осознавать, что там происходит. Когда наш взгляд попадает на изображение схемы, нужно запускать короткий мыслительный процесс, прокручивая, как она работает. В новом языке бывает сложно запомнить команды. Их тоже можно записывать и развешивать. Когда вы ее видите, посмотрите внимательно, как она пишется. Вспомните, что делает. Если плохо знаете английский, подпишите туда еще и перевод. Он поможет сориентироваться, какое действие выполняет эта команда. Не переусердствуйте. Не обклеивайте всю квартиру такими листами. Толку от этого не будет, ведь они перестанут обращать на себя внимание. Закрепите несколько. Через какое-то время снимите и повесьте другие. Те же самые визуализации можно делать ярче с помощью звуков. Как звучит идущий по проводу сигнал? В реальном мире может и никак. Но в вашем воображении это может быть шорох, скрип, скрежет или специфический электронный звук. А прием сигнала? Бульк, шлепок, удар. Теперь отойдем от визуализации и вернемся в реальность. Физические звуки, которые мы слышим, тоже подойдут. Мы можем извлекать их самостоятельно, громко и отчетливо произнося слова вслух при чтении или воспроизведении материала. Еще один прием слушать как будто со стороны. Записать на диктофон объяснение какой-либо информации и потом прослушивать ее. Самое эффективное делать это перед сном. Почему вы уже знаете. Остальные виды образной памяти используются по тому же принципу. Представляем вкус, запах, тактильные ощущения того, что хотим запомнить. Если это возможно, исследуем на физическом уровне. Так картина становится более полной, осознание детальным, запоминание крепким. Не нужно тратить на то, что я описала, много времени. Основным остается словесно-логический тип памяти и повторение. Если у вас слабое воображение и в течение 15 секунд не приходит в голову столько образов, не мучайтесь. Используйте то, что придумалось за это время. Я всего лишь показываю все возможности. Берите то, что получается и работает для вас. Переходим к эмоциональной памяти. Вы замечали, что простые события, которые произвели особо сильное впечатление, запоминаются сразу и надолго. И даже через годы помнятся четко и ясно. А сложные, неинтересные, даже если мы проживали их много раз, не задерживаются в памяти. Потому что странные и необычные впечатления запоминаются лучше привычных и часто встречающихся. Поэтому можно оживлять предметы и понятия. Это необычно, не правда ли? Пусть они взаимодействуют друг с другом, спорят. Чем более иррациональным и нелогичным это будет, тем лучше. Но смысл действия таких героев должен соответствовать реальности. Если ваша фантазия на такое не способна, попробуйте что-то попроще. К примеру, вы знакомитесь со структурами данными и хотите запомнить, что может хранить переменная. Представьте, как она прогибается от тяжести под огромным массивом. Посочувствуйте. Потом подумайте, как легко ей будет, если там всего число. Но и то и другое она выдерживает. И так далее. Помните, на прошлом уроке был метод, где нужно попробовать самому решить проблему и только потом смотреть, что предлагает автор? Так вот, когда мы это делаем, эмоции по поводу того, угадали мы или нет, совпало ли наше мнение с автором, также усиливает запоминание. Следующая двигательная память. Во время ходьбы активируется работа мозга и усиливается запоминание. Так что, когда вы повторяете, не стесняйтесь ходить по комнате. Рассказывайте и активно жестикулируйте, размахивайте руками, можете даже попрыгать. Только не напугайте свою семью. А теперь заглянем в мозг. Каждое полушарие в большей степени отвечает за определенную деятельность. Так левое значительно активнее правого участвует в процессах, связанных с логикой, алгоритмами, моделями, пониманием смысла. Для правого, в свою очередь, более характерно все чувственное, эмоциональное, образное, ассоциативное. Несмотря на разные зоны ответственности, полушария взаимодействуют между собой. И чем лучше это взаимодействие, тем полнее и разностороннее восприятие. Складывается более полная и точная картина. Надеюсь, я вас убедила задействовать оба полушария. Мы познакомились с некоторыми хитростями запоминания. Они хоть и кажутся незначительными, но вносят свой вклад, что видно на физиологическом уровне. А я вас жду на следующем, последнем нашем уроке в этом курсе. С вами была Лена. Мы прошли седьмой урок из курса «Как изучить новый язык программирования». Если это видео было полезным, ставьте лайки. Пишите свои мнения в комментариях, задавайте вопросы. Обязательно подписывайтесь на канал. И до встречи на LoftBlog. Субтитры сделал DimaTorzok